И о спорте «Авангард» в полуфинале Кубка России. Наша команда продолжает переписывать собственную футбольную историю. Подопечные Хасанби Беджиева в упорнейшем гостевом поединке в серии пенальти одолели пермский «Амкар». Теперь за путевку в финал куряне поспорят с Ярославским шинником, но обо всем по порядку. Единственный, по сути дела, опасный момент в матче возник на третьей минуте, когда пермики в одной атаке несколько раз угрожали воротам курян. В остальном же игра получилась такой, как и ожидалось, вязкой с обилием борьбы и взаимных ошибок. Искусственное поле и 15-градусный мороз сделали свое дело. На моей памяти за всю карьеру, по-моему, самые непростые погодные условия были. За день до игры мы рассчитывали, что значит будет какое-то потепление, но погода только ухудшилась. Как итог, нули на табло и дополнительное время. В овертаме острее смотрелись хозяева поля, но в самом конце второй 15-ти минутки опаснейший момент упустил Артем Митасов. Исход матча решался в серии пенальти. Когда наш защитник Кирилл Гацук вторым ударом отправил мяч выше ворот, стало тревожно. Однако вратарь курян Александр Кобзев тут же отразил выстрел Сивакова. Авангард был в шаге от победы, когда пятым ударом пермяк Павел Камолов сотряс перекладину. Но и Денис Никитин пробил не лучшим образом. Началась игра до первой ошибки, и ее допустил Брайан Идову, не сумевший переиграть великолепного Кобзева. Судьба матча оказалась в руках и ногах Ислама Тлупова. Девятый пенальти. И снова нам показывают тренеров. Биби Джейва. Удар. Курст в полуфинале. Курст. Историческая и сенсационная победа Авангарда. Хотя наставник Курян выглядел после игры весьма спокойным. Хочу поздравить наших болельщиков, которые ждали от нас этой победы. Я очень рад, что мы смогли их порадовать. Поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня из Курска сюда. Полуфинал Кубка состоится 18 апреля. На этот раз Авангард сыграет на своем поле и наверняка при полных трибунах. Кстати говоря, в этом розыгрыше турнира Куряне еще не пропустили ни одного мяча. Оттого и мысли о титуле уже не кажутся чем-то нереальным. Александр Юров, телеканал СЕИМ.